Что сложного посадить в кустарник, да? Выкопать ямку, поставить, засыпать. Начинает там перекармливать, заливать. Руки есть, голова есть, но знаний биологии нет. К садовнику относятся больше всего как к дворнику. Мы говорим о ландшафтном дизайне как об искусстве. Красивый дом, красивый сад, и вот приходят молодые люди. На данный момент уже могу сделать сад любого уровня. Ландшафтный дизайн, так же как и дизайн интерьера, всегда ассоциируется с чем-то очень эстетическим и творческим. Но на самом деле люди, которые в этой сфере работают, прекрасно знают, что это тяжелый труд. И для того, чтобы всю эту красоту создавать, требуется усилие очень многих специалистов, настоящих профессионалов своего дела. И о том, что такое ландшафтный дизайн и как он создается, сегодня мы разговариваем с Татьяной Николаевной Сунгуровой, основательницей компании «Терра». Я по профессии биолог, учитель химии и биологии. И ко мне стали обращаться много-много лет назад, посадить один цветочек, другой. Наверное, когда что-то не приживается тоже, да, с вопросами к вам обращались. Да, то есть изначально были вопросы такие, связанные с ботаникой. И я очень быстро поняла, что одной ботаники вообще мало. То есть это комплекс и объединение стольких профессий, которые, во-первых, ты должен сам в них разбираться. И это обучение, обучение, обучение. Начинается все с архитектуры. И, наверное, на мое счастье, как только я начала работать, у меня один из первых объектов был проблемный, он был неудачный. Мы расторгли договоры как раз-таки в связи с тем, что у нас не было архитектурной составляющей. То есть то, что архитектура самая главная в ландшафтном дизайне, я поняла вот на ранних стадиях своей работы. Путин проб и ошибок, да. И поэтому я всегда всем говорю, архитектура стоит на первом месте. Не цветы, не цветочки. А этом я люблю пионы или розы, и я начну с них. Нет. Сначала мы работаем с объемом, с художественным восприятием, с формой, с ощущением. То есть какой сад будет открытый, закрытый, тенистый. У человека, приходя в сад, он должен испытывать какие-то эмоции. После архитектуры идет очень большой блок строительный. Потому что все, что придумывается в объемах, это как-то необходимо разместить на местности. Как-то закрепить, чтобы это не сдуло, чтобы это работало, чтобы от этого был полезный функционал. Чтобы был очень разумный, удобный уход за всеми компонентами и элементами сада. И потом уже подключаются растения. То есть вот архитектура, строительство и биология. Как менялось отношение к вашей деятельности у заказчиков, у потенциальных заказчиков? Начали ли люди как-то больше специалистов, профессионалов в этой области ценить? Отношение меняется. В этой отрасли я работаю уже более 20 лет. И если первые годы мы уговаривали сделать проект, потому что это вообще основа. И вообще озеленение относится к разделу зеленого строительства. Мы обязаны по закону работать по документации. То есть нельзя так прийти и сказать, вот эта елочка будет здесь, эта сосенка там будет расти и высаживать. Нет, должна быть схема посадочная, разбивочный чертеж. И по нему по согласованию мы уже осуществляем посадку. Конечно, начинали примитивно, потому что сами очень мало что знали, понимали в этом. Учились очень много лет на ошибках. То есть те, кто, допустим, сейчас заходит на этот рынок, они в шоколадных условиях. Информация вся есть. Во-первых, есть вся информация, есть интернет. Мы начинали, когда интернета не было. Мы начинали, когда не было садовых центров. Они у нас появились только где-то примерно в 2008 году. То есть 8 лет мы возили растения с Екатеринбурга, с Москвы. То есть откуда мы только не возили. Было очень много историй и столько было ошибок, которые сейчас, спустя которое время оцениваешь, взвешиваешь. Если бы я сейчас начал работать, было бы уже, конечно, все по-другому. Но, наверное, благодаря вот этим ошибкам формируется опыт, формируется убеждение, как именно надо делать. То есть если раньше мы шли на компромисс, и многие заказчики нас умудрялись уговаривать, что давайте сделаем так, и мы как-то велись на это, то сейчас, конечно, уже такого просто нет. Мы четко говорим, делаем вот так, 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 или вообще не делаем. Сейчас диктат. А чем это обусловлено? Это обусловлено тем, что уже не хочешь тратить время на эксперименты. То есть ландшафтный дизайн так же, как дизайн интерьера. Они очень похожи. Если взять в интерьере живые растения, то тогда это будет практически одинаковый конструктор. То есть что сделать интерьер хороший, грамотный сначала, что ландшафт, мне кажется, структура практически одинаковая. То есть это проект, это детализация, это определенная этапность и учитывать растения. В интерьере их поменьше, в ландшафте их побольше. Вот и вся разница. В общем, теперь вы уже настаиваете на своем. Уже настаиваем на своем. И это связано с тем, что не хочется экспериментировать, не хочется тратить время, хочется комфортной работы. И результат. И результат, да, результат. То есть он должен быть быстрый. То есть не надо растягивать. Потому что вот уже выходишь на объект, и сразу видишь, как его надо делать. Вот его надо делать так, так, так. Да, могут быть варианты какие-то. Эти варианты проговорил, объяснил, рассказал. Там уже хозяин принимает решение. Обычно, конечно, общение состоит из нескольких этапов. И, как правило, продолжается несколько лет. То есть это от трех до пяти лет, а со многими объектами и пожизненными. Да, вот как раз отличие от дизайна интерьера, оно как раз и заключается в том, что дизайн интерьера, люди все сделали, построили, расставили мебель. И там нужно только убирать, ну, и стирать шторы, да, то получается в случае с дизайном ландшафтным, как говорится в детской сказке, стрижка только начата, да? Да, да, да. То есть сделанный из данный объект – это только начало пути. Это только начало пути, потому что ни один проект невозможно заложить в том виде, в идеальном, в котором ты его увидишь в перспективе. Растения растут, они меняются, они меняют свою форму. Эту форму надо поддерживать, контролировать, регулировать эту форму. Поэтому в идеале, конечно, отношения с дизайнером необходимо продлевать на какое-то время, длительное, или самому учиться, чтобы понимать изменения, которые связаны, или, вернее, будут в жизни растений. Очень популярная профессия садовника на Западе. Мы оттуда какие-то примеры черпаем. Очень часто красивый дом, красивый сад. И вот приходят молодые люди. Всякие разные ассоциации с этим могут быть. Но, тем не менее, есть у нас, если говорить в Челябинске, есть ли вот такие специалисты, которые действительно зарабатывают тем, что следят за садами, и насколько это популярно? У нас рассматривают обычно две такие специальности. Это ландшафтный дизайнер, которым хотят быть, наверное, все, и садовник. И вы правильно сказали, что за границей эта профессия, она очень популярна, она востребована, она очень уважаемая. Но, к сожалению, в менталитете наших сограждан, в Челябинске, в области нашей, к садовнику относится больше всего, как к дворнику. Вот, к сожалению. И с этим связано, в общем-то, и содержание дальнейших садов, потому что садовник, это не только человек, который ухаживает за растениями, он в любом случае понимает процесс становления растения, перспективу его роста. То есть это не просто механическая работа, она художественная. Она художественная. На какую высоту он подстрижет? Траву. Так она и будет смотреться. Как сформирует куст, так тоже будет куст смотреться. Красиво или некрасиво. То есть это вопрос художественности. Это очень хорошая профессия. Она очень у нас востребована, безумно. То есть, наверное, самое... Вот ландшафтных дизайнеров много. Хороший или плохой? Да их много. На компьютере, да, что-то можно сказать. Их много, да. А вот садовников очень мало. Они есть, они востребованы, они достаточно хорошо зарабатывают, потому что, ну, очередь. Очередь. На садовников просто очередь их уводят с участка. С одного участка на другой, переманивают. А вот на данный момент садовники, которых вы знаете, ну, наверняка вы с ними, или у вас в компании есть такая? Мы их практически сами выращиваем. То есть они у нас приходят как рабочие, а потом они, если им нравится, они растут, развиваются. Практически все садовники с высшим образованием у нас идут. Это выпускники агроинженерного нашего вуза. И сейчас у нас уже есть специальность декоративное садоводство. То есть, в общем-то, это нужны знания определенные. Если у садовника бывает ситуация, что, да, руки есть, голова есть, но знаний биологии нет, тогда хозяева привлекают уже. Вот ландшафтного дизайнера. Это очень важно, нужно хотя бы раз в год. Я считаю, что это абсолютно нормально, приехать раз в год на свой участок, который ты создавал, посмотреть, как он изменился, дать консультации, что необходимо с ним сделать. То есть очень важно не запустить участок. Потому что его можно, вот газон можно запустить за месяц. Иногда уезжают отдыхать, приезжают, и уже газонная трава, она уже в дудку ушла. И когда подстригаешь такую траву, и она такая желтая, мало того, что она желтая, она еще жесткая. Все, месяц, и все, и газона нет. То есть, а вот это вот реабилитировать запущенные случаи, их сложнее, чем даже... Ну, все трудно восстанавливать. Вы говорили о культуре озеленения, да, так именно, да, формулировали это явление. А вот в каком она у нас сейчас состоянии, и что бы вы видели в идеале? Я считаю, что культура наша растет. В общем, это радует. Люди четко приходят в проект, и потом уже реализация. Очень адекватно воспринимают этапность работы, потому что за один сезон мало кому удается сформировать и создать ландшафт. Радует понимание, что это затратная часть. Мы говорим о ландшафтном дизайне, как об искусстве, а не о банальном озеленении, когда застилают газоном и натыкивают растения. Чем вот этот вот такой, ну, любительский дизайн, так скажем, да, любительский ландшафтный дизайн, озеленение отличается от профессионального подхода? Ну, объемом знаний, прежде всего, да, это объем знаний. Любительский он на поверхности, но может быть с большей, может быть, любовью, потому что как бы делаешь для себя, и иногда бывает вот эта любовь, она идет во вред, начинает там перекармливать, заливать. Когда же работают специалисты, они, во-первых, понимают технологию процесса самого и понимают перспективу дальнейшей событий, которые будут связаны с процессом данным. Взять посадку растений, кустарнику, ну, вот что сложного посадить кустарник, да, выкопать ямку, поставить, засыпать. Вроде бы все, да, ведь ничего сложного нет, но выбрать растение, да, его надо купить здоровым, его надо купить правильно сформированным, чтобы у него была перспектива формирования, формирование тоже как бы вот для тех условий, которые задуманы проектом. Потому что если нужно штамповое дерево, а там несколько стволиков, то а как формировать? Специалист знает как, он там обрежет, сделает все. Не специалист растеряется, или, допустим, бывает макушка сломлена, что с этим делать? Опять же ощущение, что вы зайдете в садовый центр и все купите, вот это вообще не так. Мы когда высаживаем растения комплекса на один участок, мы их собираем там по нескольким питомникам. Бывает там пять разных питомников, объезжаешь, одно растение в одном месте, купишь другое растение в другом, ну и таким образом. Это именно из-за внешнего вида состояния? Из-за внешнего вида, да, потому что ни один питомник не может себе позволить, во-первых, весь ассортимент и возраст растения. Потому что растения необходимо высаживать разного возраста, чтобы был сад. То есть какие-то растения покрупнее, какие-то, может быть, на перспективу разрастания. И вот это тоже комплекс знаний, которые мы закладываем изначально в проект. Если проект создается на стадии строительства, часть ландшафта уже можно делать в плане посадки. Бывают такие ситуации, что стройка производится как бы отдельно, а часть уже можно выполнять какие-то ландшафтные работы. Это тоже очень хорошо. Ландшафтный дизайн – это практика. И нужно понять вид вот этой деятельности работы в течение сезона. Потому что за июнь, за август, понимаете, ну вот это вот один вид работы. В ноябре будет совсем другой. В январе по-другому будет ощущаться ландшафтный дизайн. То есть вот каждый месяц он по-своему хорош. И по-своему у него есть требования к этому месяцу. Поэтому вот нужно пройти полный цикл годовой, чтобы понять и оценить, как будет нагрузка по занятости, как будут идти те же самые финансовые потоки, как будет загрузка по работе, по видам работ. Потому что, допустим, обрезку ее надо быстро сделать, пока лист не развернулся. То есть надо заранее об этом думать. Есть годовой курс, который уже направлен как на профессиональные знания. Он захватывает весь цикл полностью, сезонный цикл. Он идет 11 месяцев с 1 октября по август включительно. И как раз все агротехнические операции, которые необходимо проводить за сезон, вот мы как раз их разбираем. Судоводство — это вообще необъятное поле. То есть вроде бы сделался, изучил, и ты все равно постоянно учишься, что-то новое узнаешь. Это очень интересно, это захватывает. Это захватывает. Ну и я, забегая вперед, хочу сказать, что мы задумали серию репортажей в формате реалити о том, как люди постигают вот это искусство ландшафтного дизайна на разных уровнях, о том, с чем придется сталкиваться в процессе работы. И я очень надеюсь, что у нас реализуется наш проект. Поэтому надолго не прощаюсь. Спасибо большое и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok